На выставке МВЦ 2015 компания Huawei представила вторую версию своего браслета под названием TalkBand 2. Компания не теряет надежду на то, что кому-то вот такой вот необычный форм-фактор, состоящий из гарнитуры и собственно ремешка, покажется интересным и удобным. Вторая версия выглядит, конечно, посерьезнее. Во-первых, она массивнее, сделана не из пластика, а из металла. Кроме того, есть вот такая лакшери-версия ремешка, есть также еще и ремешок из резины, он может быть белым или черным. У устройства также есть дисплей. Для того, чтобы вызвать на него информацию, достаточно нажать вот эту кнопку, и вы можете смотреть на то, сколько часов вы проспали, сколько шагов вы за сегодня прошли, калорий сожгли, узнать, какое сегодня число и который час, а также управлять плеером. Браслет умеет распознавать различную активность, он может отделять ходьбу от бега, от катания на велосипеде, а также от подъема в гору. Кроме того, гаджет умеет следить за вашим сном и разделять различные фазы, легкий и глубокий сон. Кроме того, вибрации он может вас разбудить, а также, когда вам на смартфон, сопряженный с этим браслетом, будет приходить сообщение или другие какие-то модификации, он будет тоже вибрировать. Устройство доступно и для андроида, и для iOS. Со смартфоном он соединяется по протоколу Bluetooth, и говорят, что в обычном сопряженном состоянии он может проработать два дня, когда вы ходите, спите, в общем, когда он регистрирует все ваши движения, а когда он просто лежит на полке, он может проработать около недели. Этот гаджет будет доступен уже в апреле по цене 199 евро за так называемую лакшери-версию с кожаным ремешком и за 169 евро за версию с обычным резиновым ремешком. Такая инфа, пацаны.